всем огромный привет сняла я четырехсерийный фильм о моих парфюмах и во время одного из роликов обещала показать как же они у меня хранятся многие девочки спрашивали где хранишь как хранишь очень интересно такое количество увидеть по полочкам если честно я забыла это показать и многие девочки в 4 серии мне об этом напомнили что давай показывай как ты хранишь обещала ну в общем это комод вот такой комодик у меня и в последнем ящике у меня всегда стоят ароматы которые не сезон то есть темноте давайте вам покажу вот такой вот ящичек тут у меня две косметички однодорожные очень удобные 2 объемная это краску я себе приготовила которую буду краситься вот вот пакетики под пакетиками там есть мои любимые блокноты книжки записные тут вот тоже за блокнотами вот собственно парфюмы несколько в коробочках и просто вот стоят так таких коробках это то что не сезон прячем на самом комоде несколько ароматов стоит всегда потому что мама тут любит тоже подходить пользоваться с этой стороны мамина шкатулочка для украшений с этой стороны моя и вот так вот стоят парфюмы чаще это домашние варианты чтобы мама у меня редко выходит из дома и вот ей нравится когда что-то тут такое но постоянно меняется ну разные то есть эти я потом уберу поставлю другие но в любом случае это будут домашние ароматы но сейчас все покажу около моего рабочего стола у меня есть вот такой узкий шкафчик и основные мои парфюмы которыми я пользуюсь они находятся на этих двух полочках вот первая ну там глубине темновато и вторая тоже так в глубине окно у меня находится вот с этой стороны и получается тот так вот достаточно темные углы то есть на свету они не стоят получается вот так много но я люблю когда у меня есть разнообразием и подруги приходят сразу к этим полкам не вынуть так вот это там уже ниже мой уход тут карандаши которыми риса вы рисуем это мой уход так про запасы спрашивали часть у меня запасов находится вот тут часть запасов ухода вот в этом контейнере а все остальное ванной ну и последнюю сейчас полочку еще покажу сейчас мы с вами уже в коридоре в коридоре на стене висят две вот такие маленькие полочки вот реально маленький вот крошечный фикс прайсе мы их покупали и два верхних отделения это ароматы которые у меня под рукой для улицы очень мне удобно именно вот тут их хранить и раз в два в три месяца я тут меняю сами ароматы в этот раз поставила оба не смогла выбрать если честно премия премьер люкс 2 пур бланки поставила мою любимую розовую здесь фаровый год один из любимых ароматов сейчас огромным удовольствием и мари или мари начала пользоваться тут рэ опер ну не буду я врать в общем рэ жемчужина вот такая вот для улицы жемчужина гола голд золотая от oriflame поставил вот еще один от oriflame кстати такой классный аромат вот сейчас я его ношу он красиво раскрывается очень нравится и тоже еще один кружочек только от иван это dazzling moments тоже на улицу его ношу ну на улицу я люблю вот эти например ароматы идут у меня на шарфик вот эти на шарфик эти на шарфик а вот это уже на воротнички на помпоны на что-то такое вот это тоже больше на верхней уже одежду все больше у меня нигде нет парфюмов все здесь ну где я показала поэтому все хранится аккуратненько вся квартира имени завалена надеюсь мое хранение вам понравилось плохих комментариев писать не надо мне тут посоветовали все продать купить машину девочки кто это советует могу вам честно сказать но не нужна мне машина мне парфюмы нужны зачем человеку лишать счастья засунуть его в машину и чтобы он сидел не радовался нет мое счастье вот в этом я это себе приобретаю мне это дарит мне это приятно поэтому не надо рамки из моих меня вынимать засовывать свои это ни к чему мне комфортно мне уютно поэтому и вам того желаю чтобы вам было уютно и комфортно в том что вы для себя выбрали ну наверно на этом все но я могу показать где уход но там наверно придется отказываться отменять комментарии если я покажу где у меня хранится вся уходовая косметика решила я ладно я вам покажу тогда все где у меня что хранится но пожалуйста чтоб не не пришлось отключать комментарии девчонки будьте адекватны и не надо мне писать что это много это бьюти канал это моя работа если это вас ну устроит если вам непонятно зачем мне все это но считайте что это моя работа вы посмотрели ролик я деньги получила но это уже для тех кто не понимает что мне это интересно девчонки некоторые говорили что же у тебя за ящики ванны и такие огромные наверно что много умещается это реально так здесь у меня шампуни бальзамы вот тут не знаю как вам показать в общем вот такой вот контейнер это все мужское тут вот для вас то наверное тут хаос для меня порядок полнейший вот в этом контейнере все умывалки зубные пасты скрабы для лица вот единственная интимка в запасах вдали стоят пены вот эти два ряда жидкого мыла но и дальше гели и такие скрабы в тюбиках в тубах скрабы в круглых банках у меня в том розовом ящичке ну и в конце он там маски для волос внимание тут гели для душа тут они уже это быстро на самом деле уходит потому что я такими вещами делюсь я и свекровь видаю и родной сестре даю там шампуни и бальзамы и вокруг все детское тут детское вот здесь по краешку детскому знать чтобы красиво смотрелось вот вот так и вот так вот это мой косметический рай в котором я с огромным удовольствием обитаю мы с вами были на табуретке ну и последние для тех остался в живых вот кстати девчонки что я вам не показала это был седьмую серию надо снимать маски вот у меня маски тканевые маски в тюбиках ну не знаю для лица чего-то почему-то решила не показывать этот контейнер то чем я сейчас пользуюсь тут кремы для тела которыми я активно пользуюсь разные умывалки ванночки вот для рук но система эта умывалка мужская это интимный спрей мамин я не могу пользоваться им и все для волос а тут вообще уже не ну мало интересное там фен тут такие необходимости для стирки тут но из интересного наверно только вот этот кондиционер смываемый классный все там соль для ванны разная девчонки дарили я сама не покупала все надеюсь я запрос выполнила давайте будем адекватные если честно правильно девчонки некоторые пишут что одним туфли вторым колбаса в холодильнике а третьим нужно вот это вот я счастлива я рада поэтому мне плохо писать не надо я удалю плохие комментарии либо закрою обсуждение все надеюсь я была полезна ну по крайней мере со мной было интересно потому что мне было непросто вам снять пять человек радуются шестой говорит гадости если честно я боюсь показывать запасы но я их очень люблю я очень люблю вот так стоять и рассматривать эти полки все спасибо за внимание всем всем пока девочки мальчики решила снять еще по скриптам вы знаете русские прощаются но не уходят я сто раз сказала пока но я же забыла мужское показать меня несколько человек говорили не забудь показать мужской и детская парфюмерию я уход вспомнила показал вот парфюмы забыла хочу сразу сказать что у меня у мужа парфюмов почти нету только потому что он их не может носить у него сильные головные боли и ну не может он носить парфюмерию на себе поэтому у него есть пара ароматов все остальное что у него было он отдал максимке максинке это просто стоит пока в коллекции потому что мужским он не пользуется он пользуется больше пока детским ну давайте я покажу любимый аромат моего мужа которым не отдает это Аквадиджо, это Джорджия Армания. За год, наверное, он использовал всего столько, но этот аромат я его очень-очень люблю на своем муже. Красиво раскрывается и интересно звучит. Только недавно прислали с Юнитоп компании на обзор два аромата мужских. Я их показывала в обзоре. Один из них муж сказал, тоже не отдам. Это виски 1970 года. Выглядит флакон вот так. Тоже оставил себе. И вот это два аромата, которые есть у моего мужа. Следующие ароматы уже я покажу то, что сохраняет у себя Максимка. Также один из ароматов это виски, но уже виски Сильвер. Также компания Юнитоп присылала. он мне понравился. Максимке тоже понравился. Он сказал, что будет им пользоваться, не дожидаясь, когда повзрослеет. Так, давайте как-то вот так поставлю, чтобы было видно. Еще один аромат, который Максимке уже достался от папы. вот такой смокинг. Вы знаете, очень интересный аромат приятный, мужской. Даже какая-то нежность в нем есть. Ну и дизайн флакона очень красивый. Макс его любит, считает очень солидным. Вот следующий аромат. Он у меня ассоциируется с моим мужем, потому что когда мы встречались и позднее, вот этот вот камуфляж был всегда на нем. Тут аромата осталось совсем чуть-чуть, и он больше стоит как память. Ну и у Максимки вот радует его в коллекции. Ну и приятно вспомнить, когда мы с мужем встречались. Следующий аромат от Ифраше. Вот вы знаете, честно, для меня это один из лучших мужских ароматов натур, да? Название. Вот такое. Очень красивый. Настолько хороший, интересный, свежий. Мне очень жаль, что я не могу его наносить сама на своего мужа. Вот так красиво смотрится сам флакон. Если честно, я порой одежду даже вот пшикаю немножко мужскую. Когда муж ее уже одевает, она выветривается немножко, но вот по комнате распространяется вот этот красивый аромат мужской. Нежный, приятный, зелень, вот как-то, знаете, природой пахнет, натуральными какими-то вот. Ну, не могу описать мужское, но красивый. Очень-очень нравится этот листик. Чтобы и котика-то не потерять из кадра и флаконы показать. Следующий Максимка хранит у себя. Это от Жилет. Он вообще без пульверизатора. Ну, такой приятный аромат. Мне кажется, это вообще идеальное после бритья средство. Кто любит наносить на лицо после бритья вот он подойдет. Вот этот аромат это даже не реплика. Он практически без спиртовой. Отображает аромат Хьюго Босс, но вы знаете, такой как спрей. Такой компотик где-то на юге совсем недорого. Продавались они. Знаете, он настолько как спрей для тела парфюмированный и очень-очень приятный. И Максимка им плевается. Вот он мне очень нравится. Ну, а следующие ароматы уже такие малопонятные. Apple. Вот не знаю какой. Мне кажется, я могу путать, но мне кажется, вот эти яблочки тоже Юнитоп. Но честно не помню. Он у меня какое-то время назад пахнет зеленым яблоком, но мне как-то на себе не очень люблю этот аромат свежести. А вот Максимка иногда пользуется. Говорит, от меня яблочком это хорошо, когда пахнет. Ну, правда, такой мальчишеский приятный аромат, свеженький при этом. Вот он иногда пользуется. Ну, и дальше пошли детские. Это самолеты. По-моему, пахнет апельсином. Да. Очень приятный цитрусовый аромат. Это Максимке подарок был. Следующий подарок Максимке танки. Вот такой симпатичный флакончик. И пахнет очень-очень так вкусно. Ну, вкусно. И конфетное что-то. И при этом чувствуется, что пытались сделать аромат мальчишеский при этом. Вроде и сладкий, но не ванилька как для девочек, а что-то такое свеженькое в сладости есть. С учетом, что мальчики будут пользоваться. Еще у него есть вот такая киска. Когда он увидел ее в продаже, говорит, мама, ну это же киска, он же у меня любит кошек. Эта киска пахнет бананом, ну вот, решили взять такой. Я хотела другой аромат, но Максимке понравилась желтая киска, и поэтому выбор пал на банан. пользуется редко, больше ему понравился флакон. Ну, понравился, пусть будет. Ну и последнее, что у Максимки тут стоит, шариковый дезодорант. А, нет, вот еще, еще один не показал, он просто в коробочке, поэтому так потерялся. Это от Эйвен, а уж стори, какая-то там история, история для мужчины. У меня есть такая женская, женский вариант идет в круглый, а вот это мужской. Очень красивый аромат. Мне кажется, это вот просто очень. Этот аромат и моему мужу очень понравился, Максимке понравился, и вот кто заходит, мужчины, кто тестирует, подруга у меня как-то выбирала мужу аромат, его тоже потестировала, но в каталогах его уже не найти. Аромат очень приятный. Мне кажется, тут что-то типа мандарина, вот такая вот свежесть, приятный, аромат очень приятный, этот мне нравится. Вот, все, теперь я точно довыполнила то, что обещала. Наверное, пока со всеми запасами и со своим хранением я ролики закончу, минимум на год я точно про эти ролики забуду. единственное, еще очень много запросов на декоративную косметику. У меня ее не так уж и много. Ее много с одной стороны, но так как я ежемесячно показываю, ощущение, что я уже это показала много раз. Но наверное, может быть вместо косметички я в ноябре начну показывать декоративку. Хотя бы тени и помады, потому что очень многие просят. Но теперь уже точно прощаюсь этот ролик заканчиваю. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, я была полезна. Ну и всем пока! Пока!